Если ты сейчас не успокоишься и не заснешь, то придет бабайка, укусит тебя и будет очень больно, будешь плакать. А если ты будешь хорошо кушать, то ты вырастешь такой большой и сильный, как папа. Знакомы ли тебе такие фразы? Сегодня будем разбираться с фокусом языка, который называется последствия. И, конечно же, детское применение нашими родителями этого фокуса языка я уже тебе продемонстрировал. Как в случае с бабайкой и в случае, если хочешь быть похожим на папу, то кушай, пожалуйста, хорошо. Давай разбираться, что значит фокус языка последствия. Есть множество людей, которые думают последствиями, думают в фокусе языка последствиями. То есть они постоянно предполагают, что после чего-то что-то случится. Это не хорошо и не плохо. Это как есть. Это совершенно нормальная тема. Но мы с тобой, как опытные коммуникаторы, просто не можем этим не пользоваться. Тот человек, который использует фокус языка последствия, его внимание очень легко можно перевести в будущее. На будущее либо позитивные, либо не самые позитивные последствия. Давай сразу начнем упражняться на примерах и классика жанра, когда твой покупатель говорит тебе, если ты вдруг продавец, у вас очень дорого, тогда ты можешь ему сказать, используя фокус языка последствия, вот какую фразу. Вы знаете, да, может быть, это кажется дорого. Но я слышал, что на следующей неделе цену на этот товар планируют поднять как минимум еще на 10%. И таким образом мы как бы рисуем нашему покупателю, либо человеку, который нам предъявляет какое-то убеждение, либо утверждение, что если он будет продолжать настаивать на своем утверждении, то это может привести к негативным последствиям. Давай попробуем этот же пример в продажах на возражение. Этот товар стоит дорого, либо у вас дорого, классика жанра. Попробуем применить позитивные последствия. Как это может быть? Ты можешь сказать, например, тебе говорят, у вас дорого, а ты можешь сказать, да, у нас цена не самая дешевая, но цены на расходные материалы у нас намного дешевле, чем у других. То есть ты ему показываешь позитивные последствия на приобретение товара именно у тебя. То есть он у тебя покупает товар и покупает расходные материалы к этому. Товару по дешевой цене. И таким образом ты как бы рисуешь ему позитивные последствия его утверждения. И человек начинает разубеждаться в своем убеждении. Перейдем к нашим любимым примерам из взаимоотношений. Если, допустим, одна из половинок говорит, ты что, меня не любишь? То вторая половинка может сказать следующую фразу. Давай подумаем, если ты будешь очень часто повторять эту фразу, к чему могут привести эти слова? Как ты думаешь, наши отношения в результате бесконечного повторения тобой этих слов улучшатся, либо ухудшатся? Таким образом, мы переключаем фокус внимания нашей второй половинки на последствия. Позитивные или негативные. И он уже перестает нас убеждать в том, что ты его не любишь. Вот таким образом происходит переубеждение с помощью фокуса языка последствия. Но давай идти дальше и разбираться, как мы можем еще это применять. Не забывай про бабайку, потому что этому фокусу языка наши родители обучают нас с самого детства. Кстати, для того, чтобы эффективно использовать этот фокус языка, тебе нужно запомнить всего две фразы. Первый вопросительный вариант. Как ты думаешь, к чему это приведет? И тогда тебе уже не нужно кого-то разубеждать, и просто твой собеседник начинает разубеждать себя сам. Либо второй вариант, если ты хочешь использовать более изощренно этот фокус языка, ты можешь у себя в голове запомнить одну фразу. Когда ты слышишь какое-нибудь утверждение, просто проговори себе. И это приведет, и проговори эту фразу. Каким последствиям это может привести? Например, кто-то тебе говорит, мне не хватает мотивации. Для того, чтобы эффективно использовать фокус языка последствия, подумай, к чему это может привести человека. А можешь прямо напрямую ему сказать. Как ты думаешь, если ты будешь бесконечно повторять эту фразу, это добавит тебе мотивации или еще ее и уменьшит? Таким образом, человек переключается на долгосрочные последствия от своего же утверждения и начинает как бы сам себя переубеждать в неверности своего высказывания. Идем дальше. Контекст взаимоотношений. Дорогой, ты совсем не обращаешь на меня внимания. Как можно здесь применить фокус языка последствия? Дорогая моя, как ты думаешь, если ты все чаще и чаще будешь фокусироваться на том, что мы не можем проводить времени больше вместе, это будет укреплять наши отношения, либо наоборот, это приведет их к полному краху. Таким образом, ты переводишь фокус внимания с настоящего утверждения на будущие последствия. И тогда человек может включиться и начать себя сам разубеждать в своем же высказывании. Либо мужчины всегда любят жаловаться. Ты все время меня контролируешь. Женщина может ответить. Дорогой, как ты думаешь, если ты будешь чем чаще говорить эту фразу, может быть, мне действительно начать тебя больше контролировать? Как ты думаешь, может так будет лучше? И здесь уже не хочется повторять без конца эту фразу. И здесь уже вы как бы переубедили. Вы уже победили в этой переговорной схватке со своим любимым. Либо такое утверждение. Я тебе не верю. Как можно здесь ответить? Можно сказать. Знаешь, если ты будешь продолжать мне не верить, то, возможно, это приведет к полному краху наших взаимоотношений. То есть мы здесь показываем негативный сценарий, что может произойти потом. Точно такую же фразу можно разыграть в позитивном ключе. Давай попробуем. Итак, фраза. Я тебе не верю. Как можно ее трансформировать в позитивном ключе с помощью фокуса языка последствия? Можно сказать следующее. Да, сейчас ты действительно мне не веришь. И это отличный способ для тебя, чтобы убедиться в дальнейшем, что я тебе говорю правду. Понимаете, вот как это происходит? То есть мы внимание переключаем на будущее человека, и одновременно он как бы забывает о своем изначальном вбросе, о своем изначальном утверждении, и уже думает о последствиях. И по большому счету ты его разубедил? Либо классическая отговорочка. Мне нужно посоветоваться с мужем, с женой, с родственниками. Итак, кто-то говорит тебе на твою просьбу, либо утверждение тебе говорит, «Мне надо посоветоваться». Как здесь можно разыграть? Здесь можно разыграть следующую фразу. Как вы думаете, ваши родственники смогут ли вам дать такой совет, о котором вы в будущем не станете жалеть? Что мы здесь делаем? Здесь мы опять заключаем негативную рамку, но уже в будущем. Переводим внимание на будущие последствия, которые могут быть и негативными. Еще одна отговорка. Допустим, кто-то тебе говорит, «Я с трудом усваиваю информацию». Как здесь можно применить фокус языка, последствия? Можно сказать, я думаю, если изначально настроиться на трудности, то впоследствии можно убедиться, что информация усваивается гораздо легче, чем ты сам ожидал. И таким образом человек начинает думать о последствиях, которые будут скорее позитивные для него, очень негативные, и он как бы перестает убеждать и тебя, и себя в том, что он не может усваивать информацию. Либо еще один классический выпад. Ты слишком часто ко мне придираешься. Как здесь можно сделать позитивное последствие? Можно сказать следующую фразу. «И впоследствии мы завершим наш проект вовремя». Таким образом мы что? Определяем какое-то позитивное последствие и переводим на него внимание. Либо еще один пример. «Ты слишком много ко мне придираешься». Можно сказать. «Думаю, впоследствии, когда ты начнешь делать меньше ошибок, ты сможешь вздохнуть с облегчением». Опять переводим фокус внимания в будущее, и человек уже забывает о своем изначальном убеждении, начиная думать о последствиях. Либо еще один часто встречающийся пример. Иногда человек может тебе сказать. «У меня ничего не получается». Как здесь можно использовать фокус языка последствия? Очень просто. Можно сказать следующую фразу. «Когда ты осознал свое несовершенство, теперь ты уже сможешь сконцентрироваться на своих истинных целях и задачах». Итак, подведем итог, что нужно для того, чтобы эффективно воспользоваться фокусом языка, последствия. Нужно помнить про бабайку. Помнить, что мы этому фокусу уже научены. Если будешь плохо кушать, то придет бабайка и укусит тебя за бочок. Если будешь плохо кушать, то будут у тебя колики в животике и так далее. Либо если будешь хорошо кушать, то что будет? То будешь сильный и здоровый, как папа. Это нужно помнить просто для запоминания. Можно использовать фразу. «Как ты думаешь, к чему это приведет?» Следующий вариант. Просто у себя в голове продумываешь последствия. Либо позитивные, либо негативные. То есть человек тебе высказывает какую-то фразу, типа «Я ни на что не способен». А ты можешь подумать, «Так, к чему может привести эта фраза?» И можешь потом выкатить человеку свою версию. Ну, например, «Я ни на что не способен». А ты ему говоришь, «Действительно, чем больше ты будешь думать о том, что ты не способен, ты, скорее всего, таким образом будешь себя убеждать в том, что ты ни на что не способен и впоследствии». И поверь, вот даже вот такая вот словесная солянка будет человека разубеждать. Спасибо за то, что ты просмотрел это видео. Обязательно поставь лайк, подпишись на канал и посмотри все предыдущие видео, которые связаны с фокусами языка. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok